Галерея Реал. Все, о чем вы мечтаете. Наш следующий гость знает о туризме все, поэтому если собираетесь в отпуск, вам следующая программа в этом обязательно поможет. Смотрим! Субтитры создавал DimaTorzok Перед тем, как отправляться на кухню, надо пополнить нашу корзину продуктами, чем мы сейчас и займемся. Ну, Елена, какие продукты нам потребуются сегодня? Значит, обязательно возьмем творог. Молоко бурятия. Люблю очень. Творог очень вкусный. Также понадобятся нам сливки 20% маленький пакетик. Хорошо. И следующее. Так. Нам еще нужна малосольная семга. Давайте. Пойдемте к семге. А рыбка нам нужна будет какая? Слабосоленая или копченая? Слабосоленая семга. Вот этот кусочек, я думаю, нам идеально подойдет. Хорошо. А далее? Так. Теперь нам надо взять кабачок. Кабачок. Овощи там. Давайте. Здравствуйте, Юля. Сегодня. Напоминаем нашим телезрителям, что наша викторина на канале ТВ.ком в программе «Вкусно» продолжается. Юля первым правильно ответила на наш смс-вопрос и получает приз сегодня от магазина «Спутник». Юля, я поздравляю вас. Спасибо. Также вы можете стать легко участником. Правильно слушайте наш вопрос в программе, отвечайте, получайте приз с магазина «Спутник». Это программа «Вкусно» на канале ТВ.ком. Меня зовут Евгений Кац. Здравствуйте. Сегодня у меня в гостях генеральный директор туристического агентства «Трио МПЭКС» Елена Зураева. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Очень рад, что вы ко мне сегодня пришли и очень рад, что сегодня речь у нас пройдет про туризм. Но поскольку у нас программа все-таки о еде, чего мы будем сегодня готовить? Здравствуйте, Евгений. Спасибо большое за приглашение. Конечно, я волнуюсь демонстрировать скромные таланты кулинарные, так что не судите строго. Так, сегодня я хотела предложить на ваш суд салат «Цезарь», такой классический в таком моем понимании, и запеканка. Такая запеканка будет очень интересная, курино-творожно-овощная. Значит, отварили две грудки куриных. Так, вот. Так, даже, думаю, наверное, вот это, в принципе, такая достаточно, наверное, порция. Так, сейчас мы ее порежем на кусочки. А вас, Евгений, можно попросить заняться вашим любимым делом. Так, значит, лук полукольцами. Одна полукольцами. Да-да-да. Хорошо. Одна луковка. Скажите, Елена, давно вы в этом бизнесе? Ой, знаете, вообще, как бы, я работаю именно вот конкретно в туризме с 2004 года. Я пришла в туризм, наверное, это тоже как-то не из проста, потому что я родилась вообще на крайнем севере, на Чукотке. Ух ты! Да, и там прожила 15 лет. Родители после окончания института их отправили на Чукотку. Тогда это была такая романтика. Вот, там родилась я. И там вот прожили мы 15 лет. Каждые три года они ездили в отпуск. То есть, сколько я себя помню с детства, так я и уже путешествовала. Я застоялся, лук готов, а что еще? Вот лук, я так понимаю, это для салата, или мы его будем сейчас обжаривать? Нет, это для запеканки. Так, Жень, вот можно два попросить лукчика вот этих вот тоже? Мелко-мелко? Ну, мелко-мелко можно. Хорошо. Как получится? Так. И, наверное, мы сковородочку сейчас уже поставим. Ага, и немножко туда маслица. Вот так чуть-чуть. Масло мы используем оливковое. А вообще любое можно, да? Ну, вообще любое. Если нету оливковое, пожалуйста, можно растительное. И вот-вот будем обжаривать на нем и лук, и чеснок. И лук, и чеснок. Елена, а были вы в каких-нибудь экзотических, уж совсем экзотических странах, которые пока еще наш турист не доехал, ну, из города Улан-Удэ? Ну, наверное, есть какие-то такие страны, например, острова Фиджи. Вот я, как бы, раньше для меня это было какое-то очень такое красивое звучание, и когда я туда попала, так, конечно... А по секрету, можете сказать, много горожан ездили на острова Фиджи? Ну, вот от нашего агентства ездили достаточно. Самое, что удивительное, да. Так, обжариваем, значит... Жень, можно это вам доверить, да? И где-то там лопаточка была. Да-да-да, вот. Обжариваем лук. Буквально, наверное, минутки-две. А я сейчас вам покрошу... Так, я вам покрошу кабачочек, и мы туда его добавим. Лук должен поджариться до золотистой корочки, или вот... Или вот это будет достаточно? Так, вот это вот достаточно, и, Жень, давайте его добавим все-таки... Уже вот такую нашу скромную гурочку кабачков. Кабачки, в принципе, должны идти цукини, но вот какие вот у нас были... Хорошо. То есть обжариваем... Можно даже и побольше. Обжариваем кабачки. Угу. Ну, вообще, конечно же, ну, понятно, что это отдых. Так, давайте. Угу. Так, если вы работаете в туриндустрии, то есть для вас это не отдых, для вас это работа. А как же вы расслабляетесь, Елена? Подпекаете чем? Песни, правильно? Перед костром, например. В лес часто выезжаете? В лес... За городом? Чаще получается, наверное, зимой. Зимой? Да. Ну, летом можно, допустим, в воскресенье съездить на Байкал, но это один днем, только один днем, потому что я в понедельник уже должна быть на работе. Так, а еще? А так, наверное, ну, только в туристических поездках каких-то, только на отдыхе. А хобби какое-то есть у вас? Хобби? Ну, я люблю рыбалку. Вот я так и знал. Я не знаю, почему мне так казалось. Я хотел... Мне так и подумалось, спросить вас с удочкой посидеть на реке. Да, да. Не так часто удается, и, конечно, это такое занятие серьезное, этим надо серьезно заниматься. Я не профессиональный рыбак, я просто... Рыбалов любить? Если где-то, да, удается, я всегда, естественно, этим займусь. А самый большой улов у вас какой? Ну, знаете, это все было вот в детстве, когда меня папа возил на рыбалку, потому что он очень мечтал о сыне. Вот, вторая родилась дочка опять, он, конечно, очень расстроился. Но вот воспитывал меня как сына и с собой везде таскал на все рыбалки, на охоту таскал. Он, вообще, у меня охотник рыболов, профессиональный. И поэтому, естественно, вот с такого маленького возраста он меня заставлял водить моторные лодки, причем вот не за рулем, а вот прям я буквально в третьем классе, я сидела и еще держала. Он еще говорил потише, побыстрее, там, помедленнее ты, там, значит, рванулась сильно. Я не успела там утку увидеть. То есть, а сейчас вы, получается, рыбалите, машину водите? Ну, конечно, да. Машину водите, то есть права получили? Ну, давно уже. А спортом? Знаете, спортом, ну, постоянно я хожу на какие-то вот такие спортивные там активити, типа аэробика, может быть, какие-то танцы. Ну, то есть понятно. Да, потому что надо все равно, потому что работа сидячая, работа довольно-таки такая стрессовая, да, то есть надо тоже какое-то... Время насыщенно. Да. Натираем сыр на терке, примерно грамм 200, да, чуть меньше? Да, вот этого будет количества достаточно, а я вот сейчас, пока займусья створогом, значит, разбиваем два яйца. Так. И то есть потом это все смешается с творогом? Да, потом это мы все-все-все, все эти вот эти ингредиенты мы смешаем. Елена, скажите, получается привозить какие-нибудь экзотические блюда, ну, рецепты, конечно, блюда за границей, где бываете? Да, знаете, вот, конечно, бываю в разных странах, столько разных впечатлений, вот таких вот именно вкусовых, поэтому стараешься вот дома, ну, конечно, нету, может быть, каких-то вот таких продуктов, каких-то или специй специфических, которые можно, вот, именно необходимые для этого ложечку нужно, для этих продуктов, для этих блюд. А ваша любимая кухня иностранная какая? Знаете, я вот, может быть, это как-то очень стандартно, но обожаю итальянскую кухню. Это вовсе не стандартно? Да, и где бы я ни была, почему-то все равно, допустим, попробуешь, попробуешь что-то такое вот, хочется, конечно, обязательно национальное, потому что через кухню идет и познание страны, то есть это обязательно, в любом случае. А любимое блюдо у вас какое из итальянского? А, знаете, вот есть такие вот, так называемые ньюки. Ньюки? Ньюки. Такие вот клетки картофельные, очень похожи просто вот на наши клетки, да. Значит, оно вроде бы простое, но такое вкусное. Крем сливочный, и там еще добавляется 4 вида сыров. Вот эти вот ньюки отвариваются, значит, запекаются в этом креме, но это такое наслаждение. То есть это объедение? Просто объедение. Вот я не знаю, я в Милане, мы с подружкой ходили, вот просто как-то чудом зашли вот в этот ресторанчик, и оказалось, что хозяин, он и сам шеф-повар, и вот как он красочно, на таком итальяно-английском языке нам это все расписал, как он нам все приготовит, преподнес, ну просто божество. После этого я эти ньюки пробовала в самых разных ресторанах, но вот так, как приготовил вот этот итальянец, конечно, я не пробовала. Дома я тоже пыталась сделать, конечно, вот нужны вот именно такие вот итальянские сыры, которые... Игредиенты все-таки той страны, откуда приведены. Тем более соусы, это очень важно в итальянской кухне. Что мы делаем дальше? Значит, мы добавили сюда соль, немножко поперчили. Так, сливочки. Буквально, наверное, 100 миллилитров. Причем, что яйца мы не взбивали, мы просто смешиваем, да, чуть-чуть совсем. Ну так, не обязательно их взбивать прям в таком этом, хотя желательно. Грамм 300 творога. Грамм 300. Так, на спицу, да? Значит, мы яйца смешали. Так, мы смешали яйца с творогом. Добавили сливки. Так, и вот мы добавляем половинку... Сыра. Сыра, Женя, который вы так красиво натерли. Совсем, да. Так, наверное, я даже... Нормально. И все это смешиваем. Жень, можно еще нашу обжарочку сюда. Так. Конечно, я признаю, что оно такое все достаточно калорийно-жирноватое. Но это будет запекаться. Мы живем там один раз, поэтому можно. Да, это будет запекаться, и, в принципе, вкус будет такой интересный. Вот мне нравится. Выкладываем. Ой, Женя, помогите, пожалуйста. Так, на 180 градусов, минут на 30. Галерея хорошего вкуса. Гастроном Холл. Спутник. Реал. Все, о чем вы мечтаете. Все для вашей кухни в магазине «Ножи мира». Кухонные принадлежности, столовые приборы, разделочные доски и овощерезки, а также посуда ведущих производителей России, Чехии и Германии. Огромный выбор ножей от простых кухонных до керамических и подарочных. Все для вашей кухни в магазине «Ножи мира». Сегодня, если меня видит Хоринская администрация, я прошу вас, обратите внимание на молодежь, ведь в них будущее. Хоринск впереди. Виктор? Да. Ира? Да. И бархон? Да. Сегодня танцуют все в новый сезон на канале Тивитом. Пока наша запеканка готовится, мы делаем салат «Цезарь». Что для этого нам нужно? Так, поделаем салат «Цезарь». Все знакомы с этим салатом, но это вот такая вот вариация моего понимания. Так, сначала давайте чесночок поджарим и туда потом добавим. Это у нас батон? Это у нас батон, такие вот получаются у нас сухарики, как их по-американски крутоны называются. Так, а я тем временем, значит, порвем салат. Главное, чтобы не пригорело. Я сейчас нарежу кубиками рыбку? Да, кубиками такими. Для сезаря. Ну, не мелкими, да? Так, мы это все смешали. Выкладываем на тарелочку. А, то есть рыбу уже добавляем потом? Да, мы ее добавим сверху, так, чтобы она у нас как бы сияла. Так, значит, салатик. Далее мы, остаточек наших сухариков тоже так вот сверху. А цезарь не любит ждать долго. То есть сухари не должны превратиться в мокрый такой мякиш. Поэтому лучше сразу подавать и сразу же... Так, теперь, значит, мы берем наши кусочки. Это малосольная семга. Так, они, ну, немножечко крупноваты, но ничего. Можно чуть поменьше. И опять же, рыбка тоже может быть крупная. Да, рыбка может быть... Пожалуйста, можно заменить горбушей. Ну, красненькое что-то. Вообще, конечно, в идеале можно еще добавить кедровых орешков. Так, и сверху мы посыпем пармезаном. А кедровые орешки это уже какое-то наше, сибирское добавочное? Или это в цезарь? Да нет, почему? Применяется широко везде, да, кедровый орех. То есть... Ну, вот у нас такой получился салатик. Теперь мы его так немножечко сформируем. Посмотрите, какая красота. Как будто бы что-то мы... Вот какая запеканка у нас получилась. И пришло время напомнить рецепт. Значит, наша запеканка состоит как бы из трех составляющих. Два яйца, творог, сливки. И половинка, значит, части протертого сыра, значит, мы все это хорошенечко смешиваем. Также, значит, два зубчика чеснока, значит, головка лука поджариваем. И тушим с половинкой кабачка. И курочку отвариваем, мелко нарезаем. И все это вместе смешиваем и запекаем примерно полчаса на 180 градусов. Ну, по готовности. Быстро, в принципе, и получается... Салат «Цезарь». Салат «Цезарь», значит, делаем, значит, сухарики для салата «Цезарь». Для этого мы берем батон, значит, два зубчика чеснока поджариваем, чуть-чуть обжариваем сухарики. Накрываем потом полотенцем, чтобы они пропитались таким, значит, чесночным духом. Делаем заправку для салата, значит, два желтка комнатной температуры. Взбиваем с горчицей, добавляем при этом, значит, струйкой оливковое масло. Все это взбиваем. И также немножечко соевого соуса. Нарываем руками листья салата. Так. Значит, половинку наших сухариков. Все это смешиваем с соусом, выкладываем на тарелку. Сверху можно, значит, кусочки малосоленой семги. Натираем сыр. Можно добавить помидорки. И немного кедрового варя. Можно, да. В принципе, тут вариация уже на ваш вкус. И еще, кстати, вот к запеканке вы сделали вот такую вот, такой добавочек, соус. Да, это обычная сметанка и, значит, мелко нарезанный укропчик. Все простое. Да, все очень просто. Все очень просто. Ну что ж, давайте будем пробовать. Это соус. Сметанка и укроп. Ну, какой-то соусник, в принципе, нужно было, но пусть и так накатил. Вот прямо сейчас. Ой-ой-ой. Вы живы? Вкус необычен. И очень вкусен. Очень вкусно. Вообще, фейерверк вкусовых, вкусовых такой получается. Просто драйв на языке, потому что здесь есть порог, здесь есть курица. Здесь есть, это то, что чувствуется. Здесь есть вкусный привкус идет, получается, ну, вот от соуса, конечно же. Это вот с сочетанием, да? Да, с сочетанием с запеканкой. Это все очень-очень вкусно. Поэтому, друзья, вы мне просто, просто сейчас, я уверен, завидуете. Очень вкусно. Елена, спасибо вам, но это еще не все, потому как с пустыми руками я вас не отпущу. От мебельного центра Реал я вам дарю вот такую вот дисконтную карту. Спасибо. Это вам на скидку. И вот такое вот блюдо. Я думаю, что следующая запеканка в вашей семье, возможно, будет здесь. Спасибо большое. Спасибо вам, что пришли. А я напоминаю, что у нас в гостях была Елена Зураева, генеральный директор туристического агентства Триво Импекс. Это еще не все. Далее рубрика от нашего шеф-повара Ерванда Борисовича, где он будет готовить свое блюдо. А вы слушайте внимательно его вопрос, отвечайте верно, главное первым, получите приз от магазина «Спутник». Все это время с вами был я, Евгений Кац. Пока-пока. Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня мы будем готовить вкусные роллы. Роллы – ваше понятие, то есть вы понимаете, что это настоящие роллы, японские. Нет. Сегодня мы будем крутить яичный, сделаем яичный блин. Положим туда, значит, семгу малосоленую, сыр пармезан, помидор, черри, да. Ну, это будет очень интересно, вкусно. И в конце посмотрим, чем его украсим. Но для этого нам нужно яйцо. Я взял одно яйцо, больше туда ничего не добавляю. Я просто сбываю его вилочкой. Долго тоже не надо сбивать, потому что фишка не то, что хорошо там сбивать. И просто, вы же знаете, как блины делать. Вот таким образом мы делаем блинчик. Смотрите, как хорошо это все. И крутим сковородку, пока яйцо не прекращает литься по кругу. Вот, посмотрите, мы ставим на плиту. Берем еще яйца. Мы сделаем еще второй блин. Вот, просто яйцо, как вы видите, все это тщательно сбывается. Посмотрите, уже края отходят нашего блина, да. Вот то, что и нам нужно для этого. Пока она готовится, мы успели сделать второй. Смотрите, как легко снимается, правильно? И очень красиво. Берем семгу малосоленую и нарезаем такие тоненькие пласты. Почему тоненькие? Чтобы легко закрутить яичный ром. Вот, посмотрите, блин готов уже. Сделаем второй. Обязательно должен сковородка раскаленная быть, чтобы получился наш блин. И все это дело мы продолжаем крутить. Замечательно. Сегодня все легко. Очень легко удается нам сделать вкусное блюдо. Немножко возьмем сыра пармезана. И все это дело мы тщательно положим на яичный блин. Немножко укропчика. Сверху еще пармезанчика. И все это дело мы заворачиваем в ролл. Одна уже готова. Делайте быстренько, чтобы блин был горячим. И пармезан положили, ну, чтобы ложить на горячий блин. Потому что пармезан, он сразу немножко становится плавленым. И вкус уже меняется, становится более вкусным. Не любите укроп? Положите петрушку. Не любите петрушку, укроп? Положите лук зеленый. На ваш вкус. И все, заворачиваем бру. Второй тоже готов. Края мы снимем. Ну что ж, дорогие телезрители, мы приготовили замечательное блюдо. Но это еще не все. Я приготовил такие замечательные розочки из помидора черри. Ну, это не розочка, но цветочек с лепестком. Ну, а теперь, внимание, вопрос. Сколько яиц наши герои добавили в запеканку? Отправьте правильный ответ на номер, который вы видите на своем экране. Первым, кто отправит смс-сообщение, получит очень вкусный приз. Но, пока вы отправляете смс-сообщение, хочу вам пожелать приятного аппетита. И я ваш, Ерван Борисович. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова